Пришел, увидел, устроился на работу. Сегодня все желающие могли найти рабочее место в течение трех часов. Именно столько времени продолжалась ярмарка вакансий в центре занятости. В первую очередь такая возможность была предоставлена для выпускников этого года, но прийти сюда могли все желающие. А выбор здесь был большой. Участие в ярмарке приняли более десяти крупных нанимателей города, среди которых «Радиоволна», «Обувная фабрика Неман», «Региональная таможня», «Комбинат школьного питания» и другие. Молодые люди могли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и оставить информацию о себе. У нас присутствуют представители предприятий. Выпускники могут непосредственно к ним обратиться и конкретно договориться о трудоустройстве, либо заполнить у нас анкету. Эта анкета мы у себя накапливаем, анкеты, и формируем банк выпускников, либо вот этих специалистов, которые желают работать. И дальше мы работаем с этими анкетами. При появлении вакансии по специальности мы звоним непосредственно тому специалисту, который заполнял анкету, и конкретно предлагаем трудоустройство. Большим спросом на ярмарке вакансий пользовались выпускники с юридическим образованием, бухгалтеры, а также продавцы, повара и кондитеры. К слову, парни на ярмарке могли узнать о карьере в военном деле, а девушки устроиться на работу в качестве контролера на пропускных пунктах на границе. Традиционно много вакансий предлагал отдел образования, спорта и туризма. Ведь перед началом учебного года в школах и детских садах катастрофически не хватает кадров. На сегодняшний день большая проблема у нас в комплектовании дошкольных учреждений педагогическими кадрами. Ну, все знают, что зарплата воспитателя на сегодняшний день не очень велика, и поэтому у нас не хватает как воспитателей, так и тех персоналов. Это помощников воспитателей, поваров в дошкольных учреждениях и кухонных рабочих. Также в средней школе нам нужны учителя начальных классов и иностранных языков. С остальными предметами как-то ситуация более-менее у нас нормализовалась. Желающих получить работу самого разного профиля оказалось немало, что порадовало нанимателей, ведь у них был большой выбор молодых специалистов. К слову, в центре занятости можно было узнать и о том, как начать свой бизнес. У нас в управлении мы даем консультацию по поводу того, как можно с помощью службы занятости открыть свой бизнес. При этом, значит, необходимо регистрироваться в службе занятости в качестве безработного, представить нам бизнес-плат по избранному виду деятельности, и оказывается государственная поддержка в виде безвозвратной субсидии, ну, на первое время, чтобы организовать свое дело. Кроме того, мы предлагаем выпускникам повысить свою квалификацию, либо еще смежную профессию получить. Все те, кто не успел попасть на ярмарку вакансий, могут обратиться за информацией о свободных рабочих местах в центры занятости по адресу Держинского, 3. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Субтитры создавал DimaTorzok